МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Барановичах стартовал проект «Парламентарий и дети. Разговор о главном». В настоящее время отмечается увеличение количества обращений за медпомощью пациентов с признаками острых респираторных инфекций. При обильных осадках госавтоинспекция рекомендует по возможности отказаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться услугами общественного. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Вести Барановичи». ЦИК Беларуси принял приглашение поучаствовать в наблюдении за выборами президента России, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко. Председатель ЦИК напомнил, что выборы президента России пройдут 15, 16, 17 марта. У нас к этому моменту уже пройдет единый день голосования. Мы планируем где-то в первых числах марта подводить итоги единого дня голосования. У нас как раз образуется небольшой промежуток времени, который можно использовать, чтобы либо председателю, либо секретарю или членам комиссии выехать в Россию и поучаствовать в наблюдении за выборами, подчеркнул Игорь Карпенко. В Барановичах стартовал проект «Парламентарий и дети. Разговор о главном». Под девизом «Сегодня школьник, завтра избиратель» он прошел в средней школе номер 9. Инициатором его проведения выступило управление по образованию Барановичского горисполкома. Быть ближе к молодежи, вести с ней диалог и вовлекать в избирательный процесс. Эти задачи будет решать новый проект «Парламентарий и дети. Разговор о главном». Его девиз «Сегодня школьник, завтра избиратель». Первое мероприятие в рамках инициативы состояло с учащимися средней школой номер 9. В центре внимания – предстоящая электральная кампания. Спикерами выступили парламентарий Павел Папко, депутат Барановического горсовета депутатов 28-го созыва Светлана Карпович и заместитель председателя комиссии по региональной политике и взаимодействию с органами местного самоуправления молодежного совета при Национальном собрании Республики Беларусь Виктория Павлович. Мы наших ребят, старшеклассников, должны знакомить, что же будет происходить в нашей стране 25 февраля 2024 года. Почему это единый день голосования? Кого будут избирать их родители? Ну и кого будут потом, буквально через несколько лет, избирать наши ребята, которые вольются в ряды избирателей уже буквально через 1-2 года. Поэтому для того, чтобы повышать политическую грамотность, политическую культуру наших ребят, мы инициируем этот проект как проект, который даст старт целой акции, где будут в различных школах города, парламентарии, в различных уровнях общаться с ребятами. В рамках мероприятия ребята пополнили свои знания о понятии выбор и обсудили историю избирательной системы Республики Беларусь, расширили представление о государстве, его символике, высших должностных лицах. Беларусь очень выигрышно смотрится на постсоветском пространстве, потому что мы сохранили уникальную молодежную политику. Мы формируем сегодня как критическое мышление, финансовую грамотность, творческое мышление. И сегодня мы говорим, давая старт этому проекту, инициативе Варановского управления по образованию, парламентарии и дети, мы даем старт политическому сознанию нашей молодежи, для того, чтобы уже со школьных лет мы видели вот эту обратную связь, понимание сложности, многогранности, построение государственности, и, наверное, для того, чтобы они сегодня ценили то, насколько государство сегодня может выстроить управляемость и поиск ресурсов для качества жизни, для их именно качества и для их развития. Организатором проведения проекта выступило Управление по образованию Барановического горисполкома. Инициатива придет не только в школы, но и в учреждения дополнительного образования. 25 января с 9 утра и до полудня состоится прямая телефонная линия с заместителем председателя Бресской областной натриальной палаты Белорусской натриальной палаты Татьяной Бресской. В часы проведения прямой телефонной линии можно получить консультацию нотариуса по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе оформление наследственных прав, составление завещаний, отчуждение недвижимости, удостоверение доверенностей, совершение исполнительных надписей и иным. В настоящее время отмечается увеличение количества обращений за медицинской помощью пациентов с признаками острых респираторных инфекций. Более 50% заболевших – это дети в возрасте до 18 лет. Минздрав прогнозирует рост заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями в ближайшие недели. Сезонный подъем в Беларуси отмечается ежегодно с октября по апрель. Сейчас интенсивность эпидпроцесса ОРИ оценивается как средняя с тенденцией к увеличению во всех регионах республики. Ожидается, что среди заболевших будут преобладать дети преимущественно от 0 до 14 лет. Риск инфицирования подвержены беременные женщины, люди старше 65 лет, а также группы риска развития заболевания и постгриппозных осложнений. Между тем, в организациях здравоохранения продолжается вакцинация населения. Все препараты содержат актуальные штаммы, они зарегистрированы и разрешены к применению на территории Беларуси. Специалисты рекомендуют соблюдать меры, направленные на минимизацию риска распространения респираторных инфекций. Желательно избегать или сократить до минимума время пребывания в местах массового скопления людей. Использовать средства защиты органов дыхания, если невозможно соблюдать социальную дистанцию в метр-полтора. Пользоваться масками и респираторами рекомендовано, если есть насморк, кашель, чихание. Желательно избегать тесных контактов с людьми, которые имеют признаки инфекции. Регулярно и тщательно мыть руки с мылом обязательно после улицы и общественного транспорта. Кроме того, важны регулярное проветривание и влажная уборка помещения, в котором находитесь, а также здоровое сбалансированное питание, прогулки на свежем воздухе и полноценный сон. При появлении симптомов респираторного заболевания, повышении температуры тела, кашель, насморк, головная боль, боль в горле и других, необходимо оставаться дома и вызвать врача. Диско-румбо-джайв. Минобразование утвердило программу танцевальных факультативов для школьников. Учебная программа факультатива «Спортивный танец» рассчитана на 34 часа для первоклассников и второклассников, а 35 часов для учащихся третьих и четвертых классов, то есть в школьном расписании появится по одному занятию в неделю. Факультатив разобьют на теоретические и практические модули. Модуль «Теория» будет направлен на знакомство учащихся с правилами безопасного поведения на занятиях, специальные терминологии и основами музыкальной грамоты. На практических занятиях школьники освоят различные техники спортивного танца. Цель – приобщить школьников к искусству танца. Ставит перед собой учебная программа факультативных занятий «Танец» для учащихся первых-шестых классов. У ребят будет 34 часа занятий в первых-вторых классах и по 35 часов в третьих-шестых. Учебный материал первого года обучения будет направлен на совершенствование физической подготовки, развитие выразительной пластики, музыкально-ритмическую подготовку, приобретение школьниками навыков элементов импровизации и пространственной ориентации. В пятом классе школьники на факультативных занятиях станут разучивать танцевальные этюды, а на шестом году обучения много факультативного времени будет посвящено развитию навыка импровизации в танце. При обильных осадках госавтоинспекция рекомендует по возможности отказаться от поезда к наличным транспорте и воспользоваться услугами общественного. Так, за выходные дни на дорогах Барановичей произошло 12 ДТП. На ситуацию в том числе повлияли и нестабильные погодные условия. ГАИ напоминает, что в сложных погодных условиях водителям необходимо быть предельно внимательными, выбирать безопасную скорость и дистанцию, воздержаться от необдуманных маневров, учитывать видимость и состояние проезжей части. В Беларуси 24 января ожидается сильный ветер, снег и гололедица. В этой связи госавтоинспекция рекомендует по возможности отказаться от поезда к наличным транспорте и воспользоваться услугами общественного. При скоплении снега на проезжей части ухудшается управляемость авто и увеличивается тормозной путь, вырастает вероятность заноса. По этим причинам ГАИ в непогоду рекомендует снижать скорость движения, увеличивать дистанцию и боковой интервал, исключать опасные обгоны. Если вы все же сделали выбор в пользу личного, авто и вам предстоит поездка по заснеженным дорогам, то перед тем, как сесть за руль, следует проверить, корректно ли работает тормозная система, не разряжен ли аккумулятор. Помимо этого водителю важно не переоценить и собственные силы. Был ли у него уже опыт вождения в подобных или чуть более трудных ситуациях, приходилось ли ему ранее справляться с нестандартными дорожными условиями. Также будет не лишним убедиться в наличии в багажнике всего необходимого на случай застревания в снегу, лопаты, троса, противоскользящих цепей, а также иметь под рукой телефон экстренной службы. Чтобы не мешать своевременной уборке улиц, ГАИ просит водителей не парковаться вдоль дорог и не препятствовать движению снегоуборочной техники. Сотрудники дорожной милиции организовали постоянный мониторинг состояния уличной дорожной сети на предмет качественной уборки снега и обработки противогололедными материалами как проезжей части, так и тротуаров с пешеходными дорожками. Экипажи ГАИ также сопровождают колонны транспорта, дорожных и коммунальных служб. В Барановичском районе с 23 по 25 января пройдут областные соревнования среди детей и подростков по биатлону «Снежный снайпер» на призы президентского спортивного клуба. Об этом сообщил директор Брестского областного учебно-методического центра физического воспитания населения Алексей Комар. Соревнования пройдут на территории спортивного комплекса в агрогородке Мир. Для участия в биатлонных гонках заявились 19 команд всех 16 районов Бреста, Барановича и Пинска. В состав дружин включены по 6 мальчиков и девочек, родившихся в 2009-2014 годах. Бороться за победу ребята будут в трех возрастных группах. В программе заявлены спринтерские гонки и эстафета. По итогам этих состязаний будет сформирована сборная Брестской области, которая представит свой регион на республиканском этапе снежного снайпера. Этой информацией мы завершаем сегодняшний выпуск. Всего вам доброго. До свидания.